Самым сложным в фильме для меня была сцена в морозильной камере. Не потому, что там холодно, а потому, что я должен был применить насилие к женщине. Было очень сложно переступить через себя. Нет, я прошу прощения, это было бы куда сексуальнее, если бы я сказал, да, детка, я сломал зуб, но нет, все бы пошло хорошо. В Москве. И не спрашивайте меня больше ни о чем, я не могу это рассказывать. Вы, ребята, просто сумасшедшие. Вы не видите границ. Не знаю, что еще сказать. Если у вас вечеринка, она не заканчивается и в 2 ночи, и в 3 ночи, а потом в 4 утра смотришь на часы, черт возьми, пора заканчивать. Так и с алкоголем, пока кто-то рядом с вами выпивает, вы пьете. Но это несколько не европейско. Слушайте, я не знаю, у меня не было бороды 2 месяца назад. Я же не спрашиваю вас, почему русские девушки такие красивые, а русские мужчины, в общем, так себе. Это какая-то бессмыслица. Русские женщины – часть самых красивых женщин планеты. А вот русские мужчины к части самых красивых людей планеты не относятся. Но у девочек обычно же есть мама и папа, у которых этот ребенок рождается. У меня не укладывается в голове, как у парней, которых я вижу на улицах, получаются такие прекрасные дочери, которых я тоже вижу на улицах. Это просто чудеса, небывальщина. Если только у русских женщин нет каких-то писанных красавцев, которых они где-то прячут, и от которых у них на самом деле появляются дети. Это третий раз, когда Люксор приглашает меня сюда. И третий фильм соответственно. Два варга Винча, сейчас бессонная ночь. И каждый раз мне очень нравится. Вообще мне это все очень нравится. И я буду рад каждому следующему приезду. Остается только надеяться, что я еще снимусь во множестве достойных картин, чтобы показывать их в России и приехать на рекламной кампании. Это по-настоящему здорово быть здесь. Большое вам спасибо за это. Спасибо всем, что смотрите мои фильмы и даете высокие оценки. А мне дарите удовольствие присутствовать здесь.